В Севастополе продолжается переформатирование структуры исполнительных органов власти. 12 сентября состоялось заседание правительства Севастополя, посвященное нововведениям. Так, в департаменте градостроительства и архитектуры появились два новых управления. В функции органа исполнительной власти теперь входит размещение рекламы, проведение торгов по существующим рекламным местам и вопросы, связанные с монтажом новых конструкций. Итого в департаменте архитектуры и градостроительства будет четыре департамента. Один департамент – это управление, управление градостроительной политикой, управление выдачей разрешительной документации, адресации, управление развития городской среды и управление административно-организационной работы. Общая численность составляет 84 единицы. Департамент приоритетных проектов правительства Севастополя будет состоять из 40 специалистов. Из его состава убрали управление по туризму и добавили структуру, которая отвечает за улучшение инвестиционного климата. Всего в департамент приоритетных проектов войдут три взаимосвязанных управления. У нас будет также группа так называемых референтов. Это высококвалифицированные кадры, которые способны тянуть стратегические проекты. Пока, соответственно, данная их квалификация как референты не является удовлетворительной, поэтому мы договорились о том, что будем выходить на ЗАГС собрания и просить нести определенные изменения в реестр должностей. На заседании правительства Севастополя было утверждено постановление о создании главного управления культуры Севастополя численностью 40 человек. Теперь в его составе появится новая структура – управление развития туристической индустрии, которое займется непосредственным развитием туристической отрасли в городе, а также аналитической обработкой информации. Также указом губернатора были упразднены четыре районных департамента. Их руководители ликвидировали подведомственные им юридические лица. По словам временно исполняющего обязанности губернатора, в ближайшее время на их базе заработают новые подразделения. Это не значит, что они будут уволены. То есть они в большинстве своем перейдут в новые подразделения. 99,9%. Правильно? Правильно. Поэтому процедура, она есть. Соответственно, все уведомления должны быть выданы вовремя, чтобы потом, согласно новым штатным расписаниям, сотрудники могли перейти. И контроль за исполнением возлагается на правовое управление.